Здравствуйте! Меня зовут Артём Николаев, и я с гордостью объявляю начало онлайн-трансляции, посвященных Телемании 2023. На часах 17.00 мы начали вовремя, осенью гораздо становится быстрее темнее. Создатели фильма «Кентавра» предупреждают, что ночью всё не то, чем кажется на первый взгляд. Давайте поговорим сегодня об этом и пригласим наших авторов в эфир. Итак, господа, приветствуем создатели фильма «Кентавра». Сегодня у нас в студии Дмитрий Литвинов. Здравствуйте! Здравствуйте! Кирилл Кемниц, режет-постановщик. Михаил Зубко, сценарист. Здравствуйте! Привет-привет! Скажите, пожалуйста, на каком транспорте вы сегодня к нам добрались? Я добрался на такси, который вызвала как раз организация этого мероприятия. Дмитрий? На машине. На своей? Замечательно. Михаил? Тоже на такси. В чём дело? Я посмотрел фильм впервые ещё в прокате, ещё в июле этого года. Я могу сказать, что вот уже тогда я понял, что я буду гораздо реже ездить на такси. Как вы можете заметить, вот справа от вас стоит Гитромобиль. Такой автомобиль выдаётся каждому студенту Гитра. Вот я на нём сегодня приехал. Прежде чем мы перейдём дальше, хотелось бы поговорить сначала о Кирилле. Мы поговорим о каждом из вас. У вас невероятный путь в кино, что у Дмитрия, что у Михаила. Но, Кирилл, наше сердце с вами, потому что Гитр, выпуск 2006 года, это очень важно. Скажите, пожалуйста, я сейчас буду таким небольшим стажёром-следователем. Мне нужна версия каждого из вас. Как получилось это кино? С чего вообще всё начиналось? Основано ли это на реальной истории или это полностью художественный вымысел? Кирилл, раз визит кавас, то... Ну, всё началось с того, что мы с Мишей разгоняли какое-то количество историй. И в какой-то момент Миша говорит, слушай, у меня есть один знакомый. Как я понимаю, это был твой прошлый опыт, когда Миша занимался машинами, прокачивал тачки, был таким экзибитом нашим. Вот. И он говорит, был такой у меня знакомый, который живёт практически в машине, в гараже, у него инвалидность. И это интересный образ. Вот. Говорит, давай, может быть, покрутим эту историю. И мы, собственно говоря, так её и раскрутили вот до того, что получился такой, по-моему, неплохой фильм. Замечательно. Дмитрий, а как вы присоединились к этой компании? Вы знаете, так бывает иногда, что вы смотрите, читаете сценарий, да, и просто понимаете в этот момент, что этому кино быть. И вот с нами так, с нашим продюсерским трио так случилось, мы Илья и Катя Каноненко, я, мы прочитали этот материал, в каком-то драфте, я уж не помню даже в каком. И мы сразу себе представили кино, и я точно понимал, что это кино будет успешным, причём как и здесь, в России, так и за рубежом. Ну, и наш опыт продюсерский, в общем, нам помог это, наверное, как-то реализовать. А что вам больше всего в сценарии понравилось? Это именно его жанровость или... Ну, как вы знаете, там у меня был достаточно большой опыт съёмок хорроров в России, практически, наверное, половину основных хорроров мы сделали как продюсеры. И я понимаю, как данный жанр, ну, то есть хоррор, триллер, триллер посложнее, да, хоррор так держит аудиторию за счёт саспенса, да. И вот тот самый саспенс, которым ребятам удалось сценарий создать, он и привлёк, да. А дальше, в конце, соответственно, третьего акта, это переходит в такой хорошее Мочилово, в хороший Найшулерский экшен. Это уже прям стиль Найшулера, да. Конечно, да, да. И вот как раз смесь вот этого, да, соответственно, плюс история самого героя Юры, она, в общем, подкупила. Но всё равно, я ещё раз повторюсь, вы знаете, вы, когда читаете хороший материал, у вас нет анализа сразу, да, вы просто чувствуете это. Владимир Романович Катиненко, мой друг близкий, говорил всегда так, я когда читаю сценарий, у меня мурашки, волосы от мурашек на руке встают, соответственно, значит, этот материал классный, и он хороший. Замечательно. А вот скажите тоже про жанровость. Я хотел спросить, что вот Кентавр, это, в принципе, эталон жанрового кино, правда, то есть он вызывает чувства, это очень круто. Но, например, возможно, это будет не очень корректное сравнение, но есть фильм «Крёстный отец», вы все прекрасно его знаете. Но при этом это чистый жанр, это к примеру драма. И при этом этот фильм — это детище Копполы и автора сценария Марио Пьюза. Скажите, пожалуйста, Михаил, Кирилл, способен ли Кентавр рассказать что-то о вас, как об авторах, несмотря на эту жанровую такую заслоночку? Мне кажется, любое кино пишется, снимается так или иначе про себя. Вопрос, что, наверное, некоторые авторы с течением времени, например, режиссеры, все великие режиссеры, они говорят, я всегда снимаю про две-три вещи. Спилберг, он говорит, я всегда снимаю про еврейского мальчика, который спрятался от ужасов Холокоста в сказочных мирах. И в принципе все его фильмы, их можно разложить на эти две половины. Сказочные миры, либо рефлексия его крови, истории и так далее. Я, видимо, не в той фазе, когда я могу задним числом сказать, что да, я понимаю, что это мои сквозные темы. Но так как это история реально про знакомого человека, то, конечно, безусловно, это в каком-то смысле личный опыт. То есть, конечно, вложиться в фильм не так, как ты даже заранее задумываешь. Это происходит каким-то хитрым способом. В этом, собственно, магия кино, в этом и интерес, да, что это такой способ диалога с людьми и с собой в том числе. А в вашем случае? Я думаю, да, так как на самом деле, что называется, мы говорим с Мишей, что один из, считаем, что один из успешных составляющих, одна из успешных составляющих фильма, это в том, что мы писали, Миша писал его во многом, грубо говоря, под меня, да. То есть под меня, я имею в виду, что я принимал участие, мы с ним очень долго обсуждали, и потом Миша уходил думать, 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 слыша какие-то вещи, которые мне хотелось лично рассказать, да, в этой истории. Поэтому я думаю, да, определенно какие-то… То есть Миша что-то от себя вкладывал, я что-то от себя, и мы вместе родили эту историю. А сколько сценарий создавался? Ну, любой сценарий по итогу всегда создается минимум год. Вопрос, на что этот год тратится, можно переписать 10 раз за год, можно… Любой хороший сценарий. Да. А вы сколько раз переписывали? Ну, у меня в среднем всегда получается 5-6 драфтов, что какое-то такое здравое количество, после которых ты еще не начинаешь. А насколько вот отличается итоговый вариант того, что было в первом драфте? Есть ли прямо настолько ключевые расхождения? Ну, конкретно с этой историей да, потому что у нас, так как мы сами не знали, пока писали, маньяк он или нет, то, соответственно, вот у нас были все варианты возможных раскладов, кто маньяк, он маньяк, не он, она. А третий персонаж… Ну, то есть этот поиск, он происходил, и мы искали вариант, который держат до самого конца максимально. Естественно, это можно сделать только опытным путем. То есть это нельзя сначала придумать, а потом написать. Сначала написать, а потом посмотреть, оно работает или нет. И более того, действительно, работает с конкретной командой, с конкретным режиссером и с конкретным актером. Потому что мы как раз это, так как это и продюсерские наши, такая с Кириллом история, мы решили как, что чтобы это было дешево и сразу в точку, очевидно, что должен быть классный актер. Любой классный актер мечтает о монофильме. Ну, это как бы известный факт. Вопрос концепта. И мы, конечно, делали ставку на то, что это должен быть сценарий, который цепляет артиста. И про Юру мы, конечно, с самого начала говорили. Сначала в формате шуток, но что типа у нас… Мы собирались это снять сначала на коленке вообще. За свои деньги. За свои деньги практически, да. Кто бы сыграл главную роль тогда? Ну, у нас был каст, и были классные ребята. Мы торчим теперь роль одной актрисы, которую мы утвердили, а потом отменили. Это на главную женскую роль. Да. Поэтому, когда, конечно, появился Илья, Дима, Катя и вся команда, стало очевидно, что надо показывать Юре, потому что он и есть персонаж. Ну, так и получилось. Дмитрий, я вот тоже к вам вопрос. Кирилл свой полный метр последний сделал в 2013 году. После этого у вас студия по созданию компьютерной графики, Blackout. Почему спустя 10 лет вы поняли, что нужно вложиться именно в Кентавра? Помимо сценария, что-то у вас еще было? Почему почутили, что это именно Кирилл нужно? Во-первых, начнем с того, что мы, в принципе, работаем с молодыми режиссерами нашей продюсерской группы часто. Во-вторых, Илья, конкретно он, очень верил в том, что Кирилл это сможет сделать. И мы доверяем абсолютно в творческих вопросах Илье. И в целом, ну, то есть мы понимали, ну, даже на человеческом уровне, когда мы начали общаться уже первые, там, обсуждать всю эту историю, мы точно понимали, что у нас все будет хорошо. Это же, это тоже, опять же, интуитивно очень, когда ты понимаешь, сработаешься ты с человеком или не сработаешься, это сразу идет вот так. Вот, и, а работа с дебютантами, ну, а по сути, это для Кирилла после такого большого перерыва, ну, по сути, дебют, и мы, в принципе, его и так и позиционировали всем. Для нас, ну, как бы, это не новая история, наоборот, это очень интересно, это дает возможности людям реализоваться, открыться, переоткрыться, да, соответственно, и поэтому для нас это такая новая история. Спасибо. А Кирилл, вот мы медленно подходим к точке, мы уже не раз упомянули это имя, фамилию, студент нашего института, Илья Найшулер, скажите, пожалуйста, как вы с ним связались и что вы ему сказали, как вы продали ему эту идею? Это в тот момент, когда у нас был перед этим наш мини-инвестор, с помощью которого мы собирались снимать это кино на коленке, грубо говоря, и что-то у него там, какой-то завода, пароходы его там не продались или там что-то еще, и он начал очень сильно буксовать, мы тормознули подготовку, и Миша в какой-то момент, по-моему, говорит, слушай, а позвони Илье, может быть, он у нас там как-то там, может, мы куда-то в презентацию вставим там, чтобы нам там пойдем деньги и дальше поищем. И я в какой-то момент позвонил Илье и просто говорю, слушай, Илюх, тут такая вот, типа, заварушка, я тут фильм собираюсь снять, может быть, там как-то что-то там, я не знаю, как поучаствовать, он говорит, а что за история? Я даже без подготовки, но это вот тот самый 15-секундовый, как говорится, питчинг в лифте, ну вот, я говорю, есть, говорю, А, Б, С, Д, Илья, говорит, я все понял, присылай сценарий, говорит, огонь, мне, говорит, уже нравится, типа, все, я отправил сценарий, и через две недели Илья перезвонил, говорит, давай запускать, все, типа, круто. А вы сейчас можете вспомнить, что вы конкретно сказали, потому что, если так получится, что у кого-то будет номер известного продюсера, и у нас будет 15 секунд, чтобы сказать, алло, мой фильм? Ну, я ему просто рассказал лог-лайн, я ему просто сказал просто лог-лайн, это буквально вот эти 20 слов, говорю, что есть ночь, таксист, девушка, маньяк, то-то-то, рассказал ему какие-то пару подробностей, вот, про сценарий, он сказал, о, огонь, мне, говорит, очень нравится, идея очень крутая, он говорит, давай попробуем запуститься. Этого достаточно. Этого оказалось достаточно. Мы поговорили, что Юра Борисов был первоначальным выбором, расскажите, пожалуйста, про главную женскую роль Настя Талызина, на каком этапе она попала в проект, и почему именно она, потому что она не суперзвезда, она талантливая, но она не суперзвезда, наверное, логичнее может позвать человека более известного, почему вы основили свой выбор именно на ней. Ну, у нас было, во-первых, Юра уже в этот момент, да, и мы, как бы, понимали, что одна звезда у нас уже есть, и здесь, конечно, очень хотелось точного попадания в образ, то есть Юра, если оно произошло на 100%, сразу, я понимал, нужна была актриса, и, на самом деле, Настя достаточно в такой, в последний момент, можно сказать, что, ну, не то, что уже залетела в самый последний момент, но уже, как бы, сроки поджимали, уже надо было утверждать актера, вот, мы посмотрели очень много российских актрис, но тут спасибо нашему кастинг-директору Дашу Коробовой, который сказал, ребята, дождитесь, пожалуйста, эту актрису, вы возьмете ее, я вам отвечаю, она потрясающая, и мы уже такие, ну, ладно, хорошо, ждем, давай, ждем, 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 и действительно пришла Настя, и мы такие, опа, вот оно, попадание, потому что нужна была очень такой сложный синтез вот этого актера, который, с одной стороны, может сыграть вот эту вот прожженную, как бы, прожженную такую жизнью человека, но при этом быть в какой-то момент очень хрупкой, вот, и чтобы ты действительно к ней, и такой очень, как сказать, чувственный, да, чтобы ты проникся этим, к концу фильма, чтобы ты проникся этим персонажем, вот, и вот этот переход, мне кажется, она прекрасно сделала, она, конечно, супер, супер Настя, супер профессионал, и я ей желаю, там, больших успехов. Да, правда, это считывается очень, прям, очень эмоционально, и мне кажется, что вот именно на химии между двумя людьми, между этими двумя персонажами держится именно эмоциональный накал, и только за счет режиссуры, монтажа, операторской работы, ну, и, конечно, их двоих. И я вот чувствую, вот сбоку у нас сидят зрители, некоторые из которых посмотрели фильм прямо сейчас, или те, кто посмотрели фильм заранее. Возможно, найдутся люди, которые захотят задать свой вопрос. Найдутся ли такие? Давайте, показывайте пальцами. Можно? Да. Здравствуйте, меня зовут Дима, я буквально только что посмотрел фильм, и, конечно же, много уже про Найд Шулера было сказано, но у меня есть ощущение, как будто он был больше, чем продюсером в этом фильме. Мне кажется, что Кирилл, он очень повлиял на ваши художественные взгляды, так ли это? И также второй вопрос, наверное, всем, почему в фильме так много жестокости? Ну, тут такой ответ, как бы я с самого начала, мы с Ильей, когда там в самые первые разы разговаривали, Илья мне сразу сказал, я понимаю тебя как режиссер, тебе второй режиссер не нужен. Ну, в смысле, что я буду продюсером, мы с тобой можем обсуждать какие-то… Мы с ним обсуждали, скорее, общие концептуальные какие-то вещи в фильме, вот, но и советовались по каким-то там вопросам, может быть, во время съемок, да, иногда, вот, но… И какой второй вопрос был? Мне кажется, можно я отвечу? Да-да-да, ответь. Мне кажется, мы люди все одного поколения, и по факту мы все росли на одних фильмах. Ну, то есть я, наверное, взять Илью, и Кирилла, и меня, первые фильмы, которые мы смотрели на видео, это будет «Хищник, терминатор», «Бегущий человек», я не знаю, потом «Бегущий по лезвию», и вот эта эстетика, когда ты, наверное, дорываешься, у тебя действительно есть творческая свобода, естественно, мы начинаем мыслить, наверное, вот этими фильмами, и мы здесь просто совпадаем, поэтому… Да, то есть тут… А про жестокость я могу сказать, да? Да, тут скорее был не такой момент, что, грубо говоря, был я, который хотел снимать, там, я не знаю, историю какую-нибудь, там, не знаю, комедийную и прочее, но тут так получилось, что появился Илья, и я подстроился, типа, по Илью, нет, конечно, это было абсолютно не так, а просто я понимал, кому позвонить, я понимал, у кого видение на эту работу совпадает с моим, и поэтому я ему позвонил, говорю, Илью, тут есть история, хотя, тем не менее, мы с ним чуть-чуть, там, по-разному, чуть-чуть, где-то чуть-чуть в разных жанрах, да, и мы какие-то вещи, он понимал, он говорит, говорит, я бы, наверное, это сделал не так, но я понимаю, что это, говорит, ты, говорит, сделаешь вот так, это, типа, круто, сделай, говорит, это так, как ты хочешь, потому что где-то у нас видение, там, условно, у меня свое, у него свое, но ему надо высказать, как бы, респект за то, что он полностью уважал меня как режиссера и говорил, это твой фильм, типа, делай, как ты считаешь нужным, но, тем не менее, конечно, мы с ним какие-то общие вещи обсуждали, потому что он человек опытный, вот, и нам это было интересно, и в какой-то момент он такой ходил, я помню, говорил, какой фильм мы снимаем, какой фильм мы снимаем, я тоже думал, какой фильм снимали, я говорю, мы снимаем, говорю, корейский, говорю, триллер, корейский боевик, триллер, мы все любители, Миша, мы очень любим корейское кино, вот, и это, кстати, ответ на вопрос, почему так много жестокости, во-первых, мне не кажется, что так, но жестокости, там, к концу фильма, скорее, но, ну, многие фильмы корейские, Это определенный, да, обусловленный жанром, но для меня это всегда история не про жестокость в первую очередь, а про какие-то там вот такие шкетаны, или тут многих режиссеров корейских. Очень много жестокости, но на самом деле они говорят при этом о каких-то очень таких вещах, как сказать, наоборот, какая-то антижестокость, грубо говоря. Я не знаю, как сказать правильно. Спасибо большое. Есть еще какой-то человек, или я могу дальше задавать свои вопросы? Окей. Меня зовут Яна. Во-первых, фильм очень классный по стилистике и по работе с аспенсом, то есть это держит прямо до последнего, и это очень-очень круто. У меня есть два вопроса. Первый, Кириллу, я знаю, что ваш первый дебютный фильм, там был такой звездный каст. И здесь, ну, там была Юля Волгова, там был Михаил Ефремов. Вот, и в этом фильме главная звезда, это, конечно же, Юра Борисов. На что актеры в первую очередь обращают внимание, когда к ним с идеей приходит режиссер, у которого не так много работ? Ну, конечно, здесь в первую очередь, если говорить про Кентавр, это прекрасный сценарий. То есть просто актер, когда видит такой материал, он понимает, что для него огромное поле для работы, где он может выразить себя на все 100%. Вот, я думаю, это раз. А второе, конечно, я понимаю, что почему согласился Юр, потому что это была сильная команда, потому что это был Дима, там Илья, Миша, Катя. То есть меня, как некую такую темную лошадку со всех сторон опытными, мне получилось как-то собрать, слава богу, опытных людей. Вот, поэтому для Юры это была тоже как некая гарантия, что кино получится. Вот, я думаю, что это было во многом важно для меня. И еще вопрос по самому фильму. Мне немного не хватило кадров именно ночной Москвы, которые характеризовали бы вот этот вот неонуар. То есть есть какие-то общие планы, есть кадры с квадрокоптера. Но вот чего-то именно не хватило. У вас нет такого ощущения? Нет. Все, спасибо. Мне кажется, просто если бы это было так, как вы говорите, мы немножко ушли больше в такой вардхаус. Ну да, да. И мы тут все-таки думали в силу определенных причин про кассу, поэтому, мне кажется, сделали некую сбалансированную историю. Да, мы кажется, они были сняты, и они даже были в монтажной версии, и потом, как известно, все лишнее начинает отрезаться. И почему, собственно, фильм монтируют режиссера монтажа, а не режиссеры. Потому что как раз они способны свежим взглядом откромсать все, за что было потрачено много сил на площадке, например. И режиссер бы, наверное, за это явился. Ну и тут еще такой немаловажный для меня был вопрос в том, что мне хотелось сделать историю такую в этом плане. Не то, что более притчевую, чтобы это, так как это ночь и город, что эта история могла произойти в любом городе. Ну, то есть такая история могла произойти в любом городе, ну, условно, мира. Ну вот, и мне там не очень хотелось конкретно показывать какие-то достопримечательности именно Москвы, чтобы было вот это ощущение таких затерянных людей вот в этом городе, какие-то высотки, какие-то трубы, дым, что-то такое. Вот, поэтому... И опять же добавлю, что эта некая универсальность дает более широкие возможности для международных продаж, потому что люди должны ассоциировать себя как бы с этой историей своего города, да, любого большого мегаполиса. Да. Такси везде желтые. Да, такси везде желтые. Ну, почти, да. А ночью из детеных. Кроме Таиланда, где они всех цветов в районе. И тук-туки, да, там в основном. Мне все, спасибо большое. Наверное, мы побежим дальше. Классно, прикольно, что у вас есть эти материалы, потому что у меня нет ни красавой из первого ролика, ни этой, я их куда-то посеял, поэтому я обязательно вас изберу. А у нас есть. Как вам такое, корейцы? У вас такое делают сейчас, нет? Дмитрий, скажите, пожалуйста, это сейчас была работа Кирилла. Что вы увидели? Ну, будущий талант. Что вы? Михаил, а вы, что вы почувствовали? Я почувствовал по причине, почему я не режиссер. Потому что вот... Артхаусника. А? Артхаусника, так называю. Да нет, просто для меня всегда загадка вообще, в чем с режиссурой, что вот этот поиск, вот эти учебные работы, которые я действительно, ну, искренне всегда мне не могу представить, как вообще можно делать. И в хорошем, и в плохом смысле, не знаю. Вот поэтому я никогда не подступался к режиссуре. Слава богу, я понимаю, почему я сценарист. Эта работа, ей получается, по-моему, чуть ли не 20 лет, она очень старая. Но, тем не менее, это жанр, это автопортрет. Это то, что сейчас делают на первом курсе до сих пор. 25 лет. 25 лет. Она старше, чем я. Да. Засчитаем как скелет. Да. Кирилл, как вы смотрите на эту работу спустя столько лет? Да, как когда-то 26 лет уже прошло. Ты смотришь. Ну, это отдельная история этой работы. Это передача, где собираются звезды советского кино, который поделил 40 лет. Ну, 20. Я помню, что очень было классное чувство, потому что я не мог никак сделать этот автопортрет. Я сделал, ребята много на первом курсе помог сделать автопортретов и никак не мог найти свой автопортрет. И помню очень классное чувство, когда я сел монтировать вот эти последние кадры, когда я включил портишь, и камера идет насквозь. Я такой думаю, о, мне кажется, она получилась. Я понял, что она честная для меня тогда была. Я говорю, я сделал что-то очень честное. Я за несколько часов все сделал. Вечером начал, с утра закончил, да. Это со съемкой вместе с монтажом. Вот. Перед прям за день, до сдачи, да. Потому что никак не мог ее найти. А что она говорит о вас, как о человеке? Ну, мне не хочется, я не люблю, конечно, рассказывать что-то, ну, типа, о чем смысл фильма. Ну, вот что вы увидели, о том и смысл фильма, что называется. Ну, это же для меня она была о том, что у нас много... Ну, фильм, ой, она, по-моему, называется многоярусная. Я даже забыл, как она называется. Там есть название. У меня бы в идеале для нее должна была быть лестница с потолка вниз, чтобы я спускался как бы вниз. Да, но у меня, к сожалению, была только квартира со сквозной дверью о том, что, наверное, мы в нас. В том, что там... Что у нас много разных каких-то личностей, что мы много... Есть много глубины в нас, да, что можно за... Того, что есть какие-то глубины какие-то, да. Что не все то, чем кажется, на первый взгляд. Да, да, что не все то, что... Да, именно так. Михаил, расскажите, пожалуйста, у вас путь, у Кирилла и отец, и мама, это люди, которые относятся к искусству. Расскажите, пожалуйста, вот вашу историю, потому что вы в кино, насколько я знаю, вы начали как креативный продюсер фильма «Джентльмены удачи». Как так получилось, что вы пришли к драматургии, к написанию сценариев? Ну, на самом деле, не совсем так, потому что в кино я попал действительно через Тимура Бекмамбетова, когда мы на питерском экономическом форуме познакомились с первым еще. А мы презентовали там некий мини-фонд, инвестиционный фонд, который мы сделали с моим партнером, пытались привлечь разного рода частные деньги в кино. Но это был 2005 год, и мы провели некое исследование, чтобы собрать портфель фильмов, и выяснили, что портфель состоит из одного фильма в тот год. Это был фильм Тимура Бекмамбетова, который был упакован деньгами, естественно, по самое не хочу. И это как бы так себе диверсификация. Естественно, наши инвесторы сказали, что странно в такую историю заходить, потому что это абсолютно не… Ну, как бы с точки зрения рисков, это абсолютно провал гарантированный. Но зато бы, собственно, презентовали всю эту конструкцию Тимура, бы сказал классно, и как-то позвал просто к себе работать. И так получилось, что вот мой товарищ, мы вообще начали заниматься сначала организацией этого всего, какими-то структурированием холдинга и так далее. А мне всегда было интересно кино с точки зрения того, как оно делается руками. Вот. И поэтому я решил, что вот надо поразбираться с этой стороны. Креативно-продюсерами называлось тогда, да и сейчас, по сути, все. То есть если ты не пишешь руками или не делаешь что-то одно конкретное, тебя все называют креативным продюсером. Поэтому это очень такая замусоренная профессия, немножко скомпрометированная, как мне кажется. Потому что очень сложно сказать, как бы, за что реально этот персонаж отвечает. Вот. И после этого мы поработали там на нескольких проектах Тимура и в промо, и в продакшене. И, собственно, потом я уехал учиться в UCLA на несколько месяцев и решил, что надо писать. Потому что у меня был некий комплекс, потому что я обожаю кино, но я ненавижу его делать. В смысле, я искренне ненавижу площадку, вот весь этот хаос, огромное количество людей, которые непонятно, что делают большую часть времени. Ты выгораешь, ну реально, физически просто за эти 12 часов. То есть это абсолютно не мой формат. И я всегда переживал, что как же я киношник, а я это все ненавижу. И в тот момент я познакомился с Майклом Симпсоном, это агент Тимура и Тима Бертона и Тарантино. Но как бы великий голливудский агент. Он сказал, слушай, не переживай, я тоже самое. У меня была проблема. Я когда закончил киношколу какую-то в 70-е годы, я думал, куда приткнуться. И я стал агентом, потому что ты как бы собираешься в сливки, ты в кино, знаешь кучу людей, как бы тусуешься, но при этом не надо приезжать на эту ужасную площадку. И я вот по этой же причине ровно решил, что я хочу быть сценаристом. Вот, это все очень… Потом тратишь 10 тысяч часов, 5 лет, и по итогу этого времени понимаешь, что ты как бы что-то можешь. Вот как бы такая была траектория. И все, ты сценарист. Ну вот последние пару лет могу сказать, что да. То есть количество начинает переходить в качество потихоньку. Дмитрий, а вот у вас путь, он еще более такой, сбилистый. Вы кандидат экономических наук, вы кинодисты, бьютер, издатель, продюсер. Как вы стали именно продюсером кинофильмов? Как вы к этому пришли? Почему? На самом деле, у меня долгий путь в кино, действительно, с 99-го года он начался. Мы открывали первый кинотеатр, я был в команде. Открывали, который после провала 90-х годов, когда кинотеатры были мебельными салонами. И только-только пришел формат долби в России, начали долбированные кинотеатры появляться. Мы открывали «Победу» и «Пионер». На Кутузовском. Да, и «Победу» на Абельмановской. Так я попал как-то в индустрию, потом долгое время занимался рекламным бизнесом. Мы промоутировали фильмы, как промо-продюсеры, и российские, и зарубежные. Это был большой путь, долгий, в начале нулевых. Был первый фильм, я помню, который мы сделали как промо-продюсеры. Это было «Восемь женщин» Франсуа Озона, который выходил. Потом были много сельяновских фильмов, с которыми мы плотно работали. Вообще, Сергей Михайлович Сельянов, я считаю, что мой папа в кино такой просто, который меня привил в вкус. Но при этом, да, я при этом в закате писал диссертацию, я понимал, что мне жутко скучно в финансах, хотя я об этом плохо понимаю. Но я как-то понял, что надо сделать так, что мой путь в кино – это путь бизнеса. И потом мы купили бюллетень кино-прокачка, который до сих пор нам принадлежит. Вот уже как в этом году ему будет 20 лет, сделали из него, в общем, основное индустриальное СМИ в России, которое именно по и кино, и по телевидению. Да, потом к рекламному бизнесу прибавилась дистрибьюция, потом международная дистрибьюция. Делали пять лет российский павильон на Каннском кинофестивале. Ну, то есть такая история достаточно долгая, да, именно с точки зрения бизнеса. То есть я, конечно, про деньги, про вообще индустрию целиком, я очень хорошо понимаю все связи, как она работает здесь. А вы любите вот этот хаос на съемочной площадке, или вы как Михаилу больше? Это Катя. У меня есть хороший партнер, он очень четко в продюсерском, так сказать, в продюсерском нашем трио с Ильей и с Катей. Есть такое разделение, это очень классно, потому что я про маркетинг, про дистрибьюцию, про деньги, про все, что связано, чтобы кино стало, ну, как бы успешным, у него была успешная судьба. Катя как раз про производство, и она очень хорошо понимает площадку, она ее любит. А Илья про креатив, про то, что он как бы чувствует нерв аудитории очень хорошо, и поэтому у нас, в общем, в принципе, получается достаточно успешный проект. Очень целостно. Дорогие зрители, те, кто здесь находится, появились ли новые у вас какие-то вопросы? Или мы можем вообще дальше пойти? Появились. Здравствуйте. Я зовут Аня. Вопрос такой. В каждом фильме, как правило, есть ключевая сцена, ради которой, собственно, и снимается кино. Хотелось бы узнать у каждого из вас, есть ли такая сцена в Кентавре, и если есть, то какая? У тебя есть? Нет, у меня ответ есть на этот вопрос. Ну, это весь эпизод с танцем, наверное, подводящий, потому что в нем был аттракцион, в нем была химия, потому что это кино в первую очередь все равно как бы про любовь и про притяжение, и при этом про опасность. То есть вот этот образ, что она танцует, пропасть, машина, он, который может сделать с ней все, что угодно, как мы понимаем, потому что это его пространство. Вот это, конечно, была такая квинтэссенция фильма. Сцена, естественно, писалась сначала как полный стриптиз тотальный на капоте машины, потом Настя, которая балерина, сказала, это будет шляпа полная, я вам гарантирую, я сейчас все сделаю. Ну вот, и все это трансформировалось, конечно, ну, с точки зрения нервов, ровно в то, что мы хотели, по внутреннему ощущению, а по эстетике, конечно, гораздо тоньше, как мне кажется, и лучше стало. Потому что понятно, что, ну, для меня в этом как раз магия сценария, что ты пишешь одно, снимается другое, и в этом как бы крутизна кино, потому что ты никогда не знаешь, что из этого получится, как это переосмыслят команда, актеры, режиссеры и так далее. Но эта сцена, она, конечно, вот всегда была самый секс-факт. Ну, в ней, да, для меня то же самое абсолютно, потому что в ней, наверное, выражена, ну, как бы, это квинтэссенция вот того, как бы, как сказать, типа какой-то одной из главных, наверное, там, и идей, грубо говоря, там, фильма, да, об этих вот заблудших душах в этом большом мегаполисе, которые потерялись и которые нашли как-то вот друг друга, да, и поддерживают друг друга. И, конечно, это как раз, наверное, сцена, которая больше все это выражает. Там, где доверие. Да, там, да, 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 какое-то появляется и доверие, и, в общем, раскрываются персонажи максимально, полностью. Вот эта сцена, где один сначала персонаж раскрывается, да, привозит героиню в какое-то, в свое, скажем так, место, где он может быть настоящим, там, где он ощущает какую-то свою боль и открывается ей, да, и она в ответ понимает это и показывает ему свою боль. То есть это где люди показывают свою боль друг другу, соответственно, это сцена какая-то, да, про доверие. Хотя даже в этом случае зрителям мы все равно, а мы говорим, точно ли это про это, да, и даже ты не понимаешь, как бы до конца, насколько искренне там каждый из них, грубо говоря. Но уже, наверное, при втором просмотре ты уже это понимаешь. Вот. Если серьезно говорить, то, конечно, я согласен с ребятами, но в целом я хочу сказать, что так, если немножко иронизировать, то всегда, знаете, ну, как по мне, да, в каждом фильме должен быть такой некий свет в конце туннеля. И мне очень нравится концовка, когда они сидят на фоне этого такси и говорят, ну, что такси-то вызовем? И это как бы вот он свет в конце туннеля, который, в общем, нас и заряжает. Новые фары, новая машина. И дальше еще одно приключение. Тогда с такой концовкой вопрос, возможно ли в таком случае сиквел фильма, новое такси, новая история. Не знаю, мы пока, честно говоря, не думали об этом. Мы даже не разговаривали на эту тему. Я сегодня, Миша, первый раз на эту тему пошутил, на эту тему, но мы про это даже не разговаривали. Это настолько просто, как нам кажется, целостное такое произведение, да? Не хочется превращать это просто в какую-то коммерческую, потому что основную мысль, которую мы хотели сказать, она сказана, она выражена и она как бы закончена. То есть, да, следующий фильм... Вообще, если вы заметите, в триллерах, если много брать какие-то истории, очень мало сиквелов. Да, кстати, в триллерах почти нет сиквелов. Да, в хоррорах есть они, да, их много, и это можно делать, да, в триллерах, да, в комедиях, да, в триллерах, как в жанре, потому что каждый, это само по себе законченное произведение. Ну и в драмах тоже. В драмах тоже. В драмах, да, абсолютно. Потому что триллер, драма... Не, ну если мы не берем какие-то коммерческие... Как же крестный отец. Ну там книжек было, извините, больше, чем фильмов снятых. Конечно, там же литературные первоисточники, нужно тоже брать вот эту историю. На самом деле хочется символ в другом смысле, потому что мы когда обсуждали вообще перспективу этого фильма, понятно, что он в определенном смысле для индустрии, я имею в виду для бизнес-части, с точки зрения референсов, например, фильм проблемный. Ну потому что триллеров мало российских, экшн-триллеров еще меньше, я реально могу вспомнить фильм «Дымовой». Вот, например, фильм, благодаря которому я вообще в кино пошел, «Карана Аганесяна», офигительный совершенно фильм с Хабианским и Машковым, который снят в 2002-2003 году. Тоже не проказ вообще. Ну да, но в свое время он меня поразил, потому что я помню, что можно делать кино, которое работает по всем, как бы в хорошем смысле, голливудским законам, с российскими артистами, с фаблой, которая вполне достоверна. И мы, конечно, всегда хотели этим фильмам, в том числе, убедить индустрию, что эти фильмы имеют право на жизнь. То есть сиквел для меня будет классный, если нам скажут, давайте сделаем что-то подобное, в смысле того, что это фильм. Не блокбастер по бюджету и по размаху аттракциона, но при этом который имеет, в принципе, нормальную кассовую, кассовый потенциал и судьбу. И при этом очевидно, что будет круто работать на платформах. То есть вот сейчас это как бы эра новых таких относительно небольших полных метров, она наступает, что очень здорово, потому что это как раз все, что ты хотел всегда снять, но было нельзя, потому что это либо сериал, либо большое кино, вот теперь можно. Поэтому я очень надеюсь, что в этом смысле как бы сиквелы будут, потому что у нас с Кириллом, естественно, много придумано именно с точки зрения тональности, жанра, масштаба. Много историй, потому что их действительно здорово делать, потому что у тебя маленькое количество элементов, очень ограниченное количество денег, и при этом должно все работать. Это, конечно, для кинематографиста это челлендж классный. Это челлендж, классный челлендж, да. Вообще с жанром триллера это челлендж, потому что действительно, правильно Миша сказал, у нас два успешных триллера, можно сказать, это текст, да, соответственно, который мощный литературный первоисточник, да, соответственно. И это селфи, тоже литературный первоисточник, это Хабенский, это все, соответственно, то есть всегда, ну, у них, безусловно, есть успех, особенно, соответственно, у текста, да, но это другие масштабы, да, и другие базовые стартовые условия касаемо, да, соответственно, вот этих вот книг. Потому что вот у нас сейчас мы только закончились, вот я вернулся с фестиваля «Маяк», там был круглый стол, который как раз мы делали, вели, и Саша Цыпкин, на самом деле, рассказал там как раз о историях, связанных именно с экранизациями, да, насколько литературные первоисточники сильно влияют на будущую судьбу фильма, ну, с точки зрения базовых каких-то стартовых показателей. Вот, и здесь вот как раз так, а если брать оригинальный сценарий, которым является, в общем, соответственно, «Кентавр», то это, по сути, первый фильм, который собрал такую сумму в прокате. Здорово, это прекрасно. Давайте тогда дальше продолжим. Мы тогда будем ждать. У вас еще есть вопросы? Спасибо. Кирилл, мы посмотрели ваш автопортрет, вы выпустились в 2006 году из Гитра. Расскажите, пожалуйста, какие воспоминания у вас живы, вспоминаете ли вы часто институт или нет, что вы можете сказать о том времени? Да, вспоминаю периодически это было. Мы в тот момент очень активно учились и дружили с Игорем Вердохлебовым, который сейчас снял сериал «Библиотекарь», вот, также, и с Володей Федоровым тоже, вот. Вот, и да, это было очень классно, была классная атмосфера, и, собственно говоря, то, куда мы сейчас пришли, мы 23 года назад были как раз постоянно с Игорем и с Володей все время режиссеры этих, там, ток-шоу, вот, и там сделали их очень много, это было очень здорово, действительно был классный опыт, вот. Ну, плюс всякие разные курсовые, да, я периодически вспоминаю с теплотой, потому что, скажу честно, школу я очень не любил вообще, в школу я пытался из нее как можно быстрее свалить. Я, там, закончил 9 классов, потом 10-11 экстерном за один год быстренько, чтобы побыстрее пойти в институт, вот, а в институте уже действительно встретил единомышленников, вот, людей, с кем было, действительно, ну, с кем я разговаривал на одном языке, то есть, да, это, потому что в школе у меня, например, не было, там, таких друзей, да, вот. Вот, и для меня это, конечно, это было, плюс преподаватели, были очень классные преподаватели, да, и до сих пор слушаю в интернете лекции, я не знаю, сейчас он преподает или нет, с Жареного Евгения Викторовича. К сожалению, уже нет. Не преподает, да, тогда он у нас преподавал, я до сих пор слушаю его лекции в интернете, и какие-то он, там, и на YouTube он пошел, и тоже подкасты теперь делает, и многие их видели, да, это очень здорово, вот, поэтому, да, классные воспоминания. А что, наоборот, не нравилось? Было ли такое, что, прям, чудо? Ну, наверное, не нравилось, может быть, разве что, ну, понятно, никому не нравятся какие-то, там, не знаю, скучные преподаватели, которые бывают, наверное, в любом институте, да, когда ты начинаешь засыпать, вот, плюс, да, плюс ты, я уже очень много работал тогда, да, поэтому надо было вот это с посещаемостью как-то пытаться совмещать и прочее, вот. Да, в принципе, нет, каких-то не было таких вещей, которые бы не нравились, то есть у меня в институте остались только приятные воспоминания, к счастью. А вот насчет, в принципе, вот, тема тоже, мне интересно мнение каждого из вас, насчет кинообразования, так ли оно нужно сегодня, потому что многие по-разному говорят, Дмитрий, вот вы продюсируете дебютантов, скажите, пожалуйста, многих ли у них есть кинообразование в ГИК, ГИТОР или... Нет, безусловно, у многих есть, я вообще считаю, ну, тут, понимаете, опять же, про какую профессию мы сейчас говорим, безусловно, актер, допустим, может не иметь образования, я знаю кучу примеров, да, очень большое количество, когда действительно таланты их видели и, как бы, находили, да, и у них нет образования актерского совсем, просто они, ну, органичны сами по себе. А, безусловно, оператору, да, ну, как бы режиссеру нужно, это необходимо. Мало того, я считаю, что даже продюсеру, который, ну, должен понимать, как устроен целиком рынок, да, и не с точки зрения даже только работы в качестве исполнительного продюсера на площадке, но в целом должен он понимать весь объем рынка, причем и смежных рынков еще. Тот, кто работает в кино, должен понимать, как работают кинотеатральные сети, там, как работает телевидение, как-то, ну, это все один механизм, один большой механизм, который очень сложный, этому невозможно самому научиться, да, то есть, либо это нужно очень долго пройти какой-то долгий путь, вот, а в целом, да, технически, то есть, конечно, образование нужно. И продюсерам я хотел сказать, что даже иногда нужно получать какое-то режиссерское, может, дополнительное образование. Я вот, допустим, знаю, что многие руководители большие сейчас, которые там возглавляют канал или возглавляли, получают на высших режиссерских курсах, ну, вторую профессию, чтобы просто понимать, как работает, соответственно, режиссер и видеть кино его глазами, а не только продюсерскими, в том числе. Кино, сериал и так далее. Михаил. Ну, просто довести это сложнее, потому что, на самом деле, ну, как бы, теория драматургии – это самая простая вещь, ну, в смысле, это проще, чем инструкция к стиральной машинке, вы берете любой текст, любой учебник один, хотите Аристотеля поэтику, хотите Save the Cat и так далее. Спаси декотика. Десять пунктов очень простые. Ну, то есть проблема в том, как сделать хороший сценарий. И действительно проблема киношного образования в этой части в том, что все почему-то занимаются препарированием успешных фильмов. Как будто это научает людей их писать. И мне кажется, в этом парадокс, причем голливудская школа точно так же абсолютно работает. Как известно, там, 5% выпускников становятся сценаристами, остальные остаются официантами или меняют профессию. То есть если бы врачей так учили, как сценаристов, ну, типа, они сидели и смотрели по видео кадры операции, типа, вот, смотрите, мы режем человека, вот сердце, то, наверное, все врачи были бы убийцами. То есть здесь, конечно, есть еще какой-то такой методологический изъян вообще в системе подготовки драматургов. Потому что мне кажется, что это учить нужно не то, как кино устроено хорошее, потому что мы, ну, как бы любой человек может отличить плохой фильм от хорошего, если посмотрит их 50. А нужно учить, как устроено сознание сценариста. И, к сожалению, этим пока никто не занимается. Большой вопрос, как это сделать. Мне кажется, это гораздо ближе по навыкам, не знаю, к музыке, к каким-то областям, где сочетается математика, импровизация, и нужно уметь кучу всего удерживать в голове одновременно. Вот мне музыка помогла гораздо больше, ну, реально, вот, занятие фортепьяно, гораздо больше в работе. Я просто прям по счету банковского. Каким образом? Структурой? Я записался в музыкальную школу, да, и стал больше зарабатывать почему-то. Потому что, наверное, вот эта вся деятельность, полифония, вот, когда тебе нужно в голове держать одновременно, там, ну, в музыке, вот, ты держишь, там, темп, ритм, мелодию, гармонию, еще людей, с которыми ты играешь, если это, например, там, джаз, да. Вот сценарий — это то же самое. То есть куча вещей, которые варятся, варятся, варятся одновременно, потом собираются в крутой сценарий. Если ты начинаешь собирать его последовательно, как на конвейере, получается правильный сценарий ужасный. Вот. И в этом смысле, ну, мне кажется, что идти на сценарные курсы имеет смысл, когда ты много пишешь. Потому что тогда ты знаешь себя, как автора, кучу своих проблем, потому что у каждого творят свои проблемы. Вот у меня, например, с логикой проблемы. Я люблю писать эмоционально и ненавижу выстраивать вот эту вот петельку-крючочек, то, что называют редакторы. Когда все должно быть связано со всем, меня это бесит. И если ты это знаешь, ты, конечно, начинаешь, наверное, более четко задавать вопрос педагогу, начинаешь делать какие-то упражнения сценарные под это. И вот без практики, чисто как теория, мне кажется, это такой способ хорошую убить 5 лет жизни. Мне кажется, надо просто быстро начать писать, показывать людям, которые действительно могут качественно оценить твой сценарий, переписывать, 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 потому что это базовый навык. Единственный навык вообще, который отличает хорошую сценарий от плохого, это умение переписывать столько раз, сколько надо, пока не станет хорошо. Хорошо, понятно. Кирилл. Нужно ли кинообразование сегодня? Потому что все, тем не менее, все индивидуально и зависит от человека. Мы все знаем разные примеры и режиссеров, и вообще кого угодно. Конечно, образование дает, качественное, хорошее образование дает много каких-то технических навыков. Просто даже вот там Дима, например, говорит, что есть актеры, которые действительно органические, очень классные. Да, безусловно. Но есть определенные технические навыки, которые они, например, ты, вот этот актер, он очень талантливый, но у него нет, например, там, он не умеет, там, не знаю, работать с памятью физических действий. Он тебе каждый дубль дает все время разный. Да, или он, например, там текст не очень держит. Ну, то есть, типа образование, когда он много-много этим занимается, то он в практике как бы этим вот каким-то вещам научается. То есть, безусловно, все равно какие-то там ему еще там дополнительные какие-то навыки дадут, даже несмотря на то, что он талантливый. В режиссуре, я думаю, что действительно, я помню, мы с Мишей были на другом, там, назовем это ток-шоу, Миша правильную вещь сказал, что, говорит, режиссер, наверное, тот человек, который не может не снимать, и он начинает снимать. И учится он, там, не знаю, не учится, есть у него деньги, нет денег, он будет снимать, 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 снимать. Ну, то есть, как бы, в любом случае должно быть большое количество практики. И, конечно, когда есть действительно мастер, с кем у тебя совпадает, ну, какой-то, там, кто может тебе передать действительно опыт, который нужен именно тебе, то тебе, конечно, там, это будет очень классно, не всегда попадается такой человек, вот. Но мне кажется, что, говорю, это все индивидуально, то есть... Ну, получается, как, собственно, сценаристу тоже нужно много-много писать, чтобы, наконец, набить руку и сделать... Чтобы понять, чтобы, да, чтобы, я думаю, понять свой стиль, понять, кто ты, кто ты вообще. Вот с музыкой хороший пример, потому что... Да, с музыкой, да. Как Герман Гёса играет бисер, да, то есть, это, как бы, задает некий темп-ритм. То есть, это вот история, да, которую невозможно, невозможно, которую невозможно научить, ты просто его должен чувствовать. В этом отличается талант от профессионализма, да. Ты можешь делать все по учебнику, но у тебя не получится целостного произведения. А вот, как бы, вот этот пример с музыкой показывает о том, что, вот, если ты чувствуешь вот эту вот историю, да, то есть, то ты можешь, как бы, создать этот талант. Главный плюс вообще кино в том, что ты учишься, а тебе еще за это платят. Потому что ты пишешь плохие сценарии, снимаешь плохие фильмы, тебе за это еще и платят. И это, конечно, очень круто, потому что в любой другой профессии, ну, как бы, так это не работает. Поэтому, да, вот, если мы все-таки, как бы, в студенческой аудитории находимся, вот этот посыл, мне кажется, очень важен, что, действительно, нужно понимать, что, когда ты начинаешь работать, это все равно продолжение обучения. И, к счастью, тоже, вот, мир кино так устроен, что репутация, она, ну, можно стать в глазах людей великим артистом или великим режиссером вот так. То есть, шаг между плохим и хорошим — это супермаленькое действие. И, там, ну, сколько мы знаем артистов, которые, да, вот, они всегда были классными артистами. Все это понимают задним числом, но их никто не снимал. Потом, хоп, и мы понимаем, что этот артист стал главным в данный момент в стране. То же самое работает с режиссерами, вот, не всегда работают с сценаристами, к сожалению, да, пока таких примеров не знаю. А вот скажите, пожалуйста, вот, резюмирую, мы, да, пошли, возможно, не по всем деталям, которые можно было пройтись, но можно ли назвать «Кентавра» в полноценно успешном фильме в плане проката, в плане дистрибуции, в плане вас, как авторов, насколько он устроил, все ли верно, все ли так, как нужно, или можно было снять лучше. Скажите, пожалуйста, для каждого из вас, насколько он оказался успешным. Ну, да, я скажу с точки зрения, ну, того, довольны ли всем мы, конечно, довольны, безусловно. Это, на самом деле, наверное, главный критерий, потому что, когда ты сам доволен своей работой, когда тебе за нее не стыдно, а еще, когда довольны твои партнеры, которые финансировали, да, довольны зрители, то есть, и, в общем, это, ну, в целом, да, конечно. Кирилл. Да, я, как бы, грех жаловаться, что называется, конечно, нравится, безусловно, конечно, мы, ты смотришь, когда, особенно, там, уже 500-й раз в фильме, там, на каком-нибудь показе, ты начинаешь видеть, там, мух выискивать каких-то, да, ты видишь какие-то, где что-то не срастается, понимаешь, что можно сделать. Тут можно было получше, тут, ну, это нормально, мне кажется, да, то есть, ну, это норма, когда ты улучшать можно бесконечно, да, ну, то есть, мне кажется, что улучшать можно бесконечно, но, в целом, мне кажется, что у нас получилось. Михаил, буквально вот в двух словах, он заканчивается время. Ну, для меня однозначно, да, в первую очередь, потому что я познакомился с командой, с которой я хочу дальше делать кино, то есть, вот, у меня такого в жизни было еще один раз, и это суперценно в кино, потому что, когда есть, как бы, единомышленники и в творческом, и в бизнесовом, во всем, во всех планах, это, конечно, вот это суперуспех, потому что дальше ты понимаешь, что ты можешь делать то же самое, только лучшее с этими людьми. Вот это главная ценность, да, как говорил Балабанов, найди своих и успокойся, да. Спасибо. Спасибо вам за разговор, спасибо, что пришли. Это была первая онлайн-трансляция у нас в этом году, и мы рады, что она вот такая вот дебютная, и в то же время пришли такие крутые гости, поэтому мы хотим вам сделать небольшой подарок, символичный. Спасибо. Спасибо, что пришли. А мне остается только сказать спасибо за просмотр. У нас были Кирилл Кемнец, режиссер фильма «Кентавр», Михаил Зубков, сценарист, и Дмитрий Литвинов, продюсер. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ